Здравствуйте! Сегодня программа «О чем говорят?» проходит не совсем в привычном формате. Мы находимся в стенах Самарского аэрокосмического университета, чтобы пообщаться с человеком, который приехал сюда буквально на сутки. Это Олег Артемьев, космонавт-испытатель и также фотограф и блогер. Олег Германович, здравствуйте! Здравствуйте! Знаете, вот признаюсь сразу, искала зацепку, думаю, что может связывать Олега Артемьева с Самарой. Родился, вырос на Байконуре, живет и работает в Москве. Ну, понятно, что Союз, ЦСКБ, Прогресс, но зацепку я все-таки нашла. А беговая дорожка, на которой вы испытывали ее, да, по-моему, на МКС, если я не ошибаюсь, к созданию этой беговой дорожки приложили руку студенты как раз-таки Самарского аэрокосмического университета, где мы сейчас с вами доходимся. Поэтому вопрос такой сразу и, может быть, даже и бытовой. Ну как? Отличная беговая дорожка. То есть я ее использовал каждый день. То есть дни, которых я не использовал в своем полете дорожку, по пальцам пересчитать, может, два или три дня. А так каждый день от 30 до 50 минут я ее накручивал, бежал на ней. Ну и как и все космонавты, которые бывают на борту. Поэтому беговая дорожка – это один из самых важных инструментов полета. То есть это профилактика здоровья космонавта. И без нее, конечно, никуда не деться. Одна из самых важных частей и составляющих. А насчет зацепки с Самарой, то я на самом деле вырос в среде, в которой почти половина моих знакомых и друзей, они были с Самары. То есть с Прогресса, с завода Прогресс. То есть и в детском саду, и в школе, который учился на Байконуре. Это у нас и половина группы в детском саду, и половина школьников и одноклассников. У них так или иначе родители были связаны с Самарой и Самарской областью. Потому что они работали на заводе Прогресс. Вот вы сразу затронули вопрос детства, да? Но ведь всю подноготную, всю изнанку живя на Байконуре вы знали. И при этом я была практически уверена, что вы мне скажете на такой банальный, может быть, вопрос, да, что я с детства мечтал стать космонавтом. Но ведь это не так. Нет, космонавтом быть не мечтал. Мечтал быть моряком. Но, к сожалению, может, к счастью не получилось, потому что, ну, как и работа космонавта, работа моряка тоже одна из самых таких опасных и сложных. Но профессия моряка и космонавта, она очень тесно связана на самом деле. То есть это как от слова космонавтика, там, греческие слова, да, космос – это Вселенная, а нафтика – это плавание, да, сосудовождение, то есть или кораблевождение. Сейчас точно не помню. Поэтому тут, получается, плавание и там, и там. И у нас на орбите же корабль, космический корабль. Слушайте, я хотел сказать, морской корабль, космический корабль. Ну, не получилось стать земным моряком, получилось стать космическим моряком. А почему не мечталось-то? Потому что их офф не знали, нет? Ну, не то, что сказать кухню. Просто, как бы, космонавты для нас были людьми такими небожителями. И казалось, что чем-то недостижимым, чтобы стать космонавтом, конечно. И, получается, что не мечтали на самом деле. Мечтали быть мореплавателями. То есть читали фантастические романы Жюль Верна. И, конечно же, хотелось открывать новые острова, новые земли. Бывать на них. Так, романтика. Вот вы, наверное, с фотоаппаратом практически не расставались. Но только если выполняли свою непосредственную задачу, все это вылилось в блог. Вот сейчас Олег Артемьев, космонавт-испытатель. Через запятую иногда, даже через тире пишут. Самый известный космонавт-блогер российский. Я немножечко буду опираться на ваш блог. Вот одно из самых популярных видео, которое успели посмотреть, это «Как сделать селфи в невесомости». Оно было одной из первых? Или вот почему-то оно такое самое популярное оказалось? Немножечко о нем расскажите. Ну, на самом деле, для меня неожиданно. Ну, во-первых, я хочу остановиться, что самый известный блогер, это и самый первый, это Максим Сураев. Он в свой первый полет, когда он полетел, не помню, по-моему, в 2010 году, он открыл блог в интернете и рассказывал о том, как он летает. И у него были такие новости из невесомости, так называлось у него. Череда репортажей. А насчет селфи в космосе я даже не ожидал, что это заинтересует. На самом деле, вот это селфи мне приходилось делать просто тысячи раз. То есть я как бы взял за правило, что если я делаю какой-то эксперимент или наблюдение, или какую-то работу, то всегда у меня при мне был фотоаппарат, который, во-первых, необходим для того, чтобы фиксировать этапы своей работы, чтобы если вдруг произошла какая-то нештатная ситуация, или ты что-то неправильно сделал, или по ряду причин, чтобы специалисты могли потом разобраться по твоим действиям, правильно ты работал или неправильно. То есть это как для прокурора. Слушайте, это недотошность ваша. Ну, не недотошность, это как бы этапы работы. И по борт-документации у нас предполагают, что мы должны фотографировать. Потому что если мы разбираем какую-то сложную аппаратуру, и у нас есть, например, борт-документация, как ее разобрать, а вот, например, как собрать, нет. А тут, когда делаешь шаг за шагом, фотографируешь этапы работы, то потом по этим фотографиям можем обратно эту аппаратуру собрать. И получается, что вот фотографируя этапы работы, я одновременно делал и фотографию со стороны, как это работать. То есть это как бы... Я просто не ожидал, что это будет полезно для блога, потому что я сначала же не знал, что я буду этим делом заниматься. Ну, по-моему, вообще к соцсетям как-то настороженно относились или просто не интересовались всеми, да? Абсолютно, да. И получается, что... Вот я скажу, что когда я фотографирую со стороны, то есть это как бы для кураторов и экспериментаторов того или иного эксперимента на Земле, это очень важно, потому что они начинают понимать, как космонавт работает, и как в следующий раз сделать так аппаратуру, чтобы было удобно в невесомости потом работать. А потом уже, когда получилось под эгидой Роскосмоса и по заданию Роскосмоса, мы вот сделали сайт, блог, твиттер, там, инстаграм, ну, так по нарастающей шло. Оказалось, что это очень такой... Для популяризации космонавтики, для образования, для самообразования людей это очень важные проекты, такие вот соцсети. Но до полета в космос я, конечно, так не считал, и мне казалось, что вот эти соцсети, они забирают очень много твоего времени, которое можно с пользой, как бы для образования использовать. И как бы я негативно относился, на самом деле, к соцсетям. А сейчас я понимаю, что для популяризации космонавтики, для образования это очень такая полезная вещь. И сейчас ребята, которые полетели сегодня в космос, Антон Шкаплеров, он, ну, как бы, вот эту эстафетную палочку берет в этом деле. И я думаю, он будет радовать пользователей интернета и соцсетей своими классными фотографиями шикарными. Но у вас еще тоже ведь много не опубликовано. Да, много фотографий, то есть я малую толику из того, что сфотографировал, я опубликовал. То есть у меня фотографии, видео почти 10 терабайт получается. И как бы, ну, когда-то, наверное, они у меня закончатся, но я думаю, что все все равно не получится опубликовать. И сейчас, когда Антон Шкаплеров уже состыковал со станцией, сейчас он освоится. И я думаю, как только он начнет посылать свои фотографии, я тогда, наверное, уже приторможу с опубликованием, потому что, как бы, актуальность свежих фотографий, наверное, ну, я думаю, более полезна. Хотя, ну, посмотрим. Вы знаете, вот, видео с луковицей, где вы в руках держите луковицу, оно тоже стало каким-то же бестселлером, фактически, да? Да, я не знал. Ну, лук там, да, лук очень радует. Любое растение, которое на борту, оно очень радует космонавтов. То есть она как бы, как кусочек Земли. То есть вот оранжерея, к сожалению, в моем полете нашей российской оранжереи не было, а была оранжерея Европейского космического агентства, модуля «Коламбус». И вот этот модуль... Я жил на американском сегменте, и вот этот модуль «Коламбус», он прямо у меня за углом был. И как только вот они этого оранжерея организовали и начали этот эксперимент, то, конечно же, каждый вечер перед сном я к ней туда подлетал, смотрел, как растет у них там салат. И как бы они очень... То есть они переняли много наших технологий, переработали и сделали, конечно, очень такую шикарную оранжерею. И я, конечно, бы хотел, чтобы у нас тоже бы эти работы возобновились, и тоже бы, чтобы на нашем сегменте была оранжерея. Но Майя, со своей стороны, выращивал лук. То есть лук у нас поставлялся с Союзом, с прогрессами приходит. Это как свежие овощи продукты, овощи-фрукты. Так он изначально продуктом пришел? Да, ну как бы мы... И он очень быстро как бы уничтожается, потому что хочется чего-нибудь такого свежего. И, конечно, приходилось так его прятать и выращивать. Но потом радовал, конечно, взгляд. И как только он вырастал, такой, хорошо там растет очень, то в конце концов мы его, конечно, съедали. Ну, ясное дело. Вот вы говорите, что работали на американском сегменте. Я не могу не спросить. Естественно, вы знаете, несмотря на то, что находитесь в космосе, да, в это время, что происходит на Земле? Ну, новости. Ситуация у нас сейчас непростая, международная, мировая. К сожалению. К сожалению, да. Вот как это там воспринималось? На взаимоотношениях-то вряд ли, конечно, это отражалось. Но вот все равно, какой-то настрой немножечко другой был или нет? Нет. Ну, взаимоотношения, конечно, никак не повлияло. То есть, как бы там политики на станции абсолютно никакой нету. Даже грамма этой политики нету. То есть, ну, там абсолютно нормальные люди, адекватные. И, конечно же, у нас получается, что какой бы национальности, с какой стороны бы человек ни был, ценности одни и те же. Это мир, спокойствие, семейные ценности. И, как бы, что-то и было негативное, то это, конечно же, как бы, если вот что-то семья не очень, то, конечно же, это как бы огорчает человека. И как и американцы, как и европейцы, как и нашего человека. То есть, главное, чтобы мир был в семье. И это вот самое главное. И, конечно же, космос нас объединяет. Очень здорово. И чем больше у нас будет таких вот космических проектов, то, я думаю, что войны тогда точно никакой не будет. И вот мы даже посмотрим на историю, какая у нас была. Вот у нас же частенько такие были вот, ну, можно сказать, такие конфликтные отношения и в 70-е годы, и в 80-е годы. И всегда у нас был какой-то такой проект, который нас объединял. Это вот с 75-го года Союз Аполлон. Он же тоже, там же тоже тогда были непростые политические отношения между странами. И тем не менее, ученые, конструкторы, они договорились и сделали такой проект Союз Аполлон. Потом были проекты Сфинкс, там еще ряд проектов. И в конце концов, вот этот, сейчас этот, вот эти мирные проекты в эстафету взял, взяла МКС, Международная космическая станция. И получается, что сейчас на данном этапе это, можно сказать, единственный проект, который вот нас объединяет. И я думаю, что, может быть, он будет отправной точкой, чтобы вернуться опять к мирным отношениям. Фотографии, есть фотографии, но эмоции, это эмоции. Я не могу не спросить. У вас было два выхода в открытый космос. Да, да. Понятно, что вы выполняли целенаправленно задачу, которая была поставлена. Но вот все равно, что у вас в этот момент происходило в голове? Ну, на самом деле, это выход, это того, чего я летел в космос. То есть, это была моя мечта, на самом деле. Не сам полет, как полет, а именно поработать в космосе. Так как это была моя специальность на энергии, подготовка космонавтов к космическому полету для выхода в космос. Ну, слава богу, что мы дошли до того момента. И когда я уже открыл люк и распахнулась дверца вот этой пустотой, я уже понял, что выход состоится, и мы успеем поработать. Вот. И, конечно же, это было самое интересное во всем космическом полете. Вот это работа в космосе. скафандр, то есть, скафандр, он как маленький космический кораблик. Единственное, что у тебя уже нет такой защиты в виде модуля. И, конечно же, там все зависит от тебя самого, от взаимовыручки, от твоего товарища тоже, как он будет работать. Получается так, что вот если бы этих выходов не было у меня в космос, то можно сказать, что в космос я не летал. То есть, это такая вот изюминка каждого космического полета. И, конечно же, я вот желаю всем космонавтам, которые вот полетят и после меня, чтобы у них обязательно в их космическом полете был бы хотя бы один выход. Блок свой не забросите? Блок? Нет, ну, пока есть, как бы, читатели, те люди, которые интересуются, я думаю, что надо продолжать и я думаю, что жизнь покажет. То есть, если сейчас Антон Шкаплеров возьмется за это дело и у него оно упадет, то я ему уже мешать не буду. То есть, попробую всех своих этих подписчиков и любознательных людей переключить уже на его блог, на более свежие и интересные фотографии. И тем не менее, мы будем ждать ваших неопубликованных снимков. Да, постараюсь. У меня, конечно, и Самару я фотографирую, обязательно Самару публикую, как только найду. Потому что снимков, я говорю, 10 терабайтов, это же каждую фотографию пересмотреть, это, я не знаю, очень много времени уйдет. Буду стараться. Не простят, если я не воспользуюсь тогда такой возможностью. Мы будем очень ждать появления Самары в вашем блоге. Обязательно, обязательно сделаю. Спасибо вам огромное. Покажу. Спасибо. Пожалуйста. Горы и поля, реки и моря, села, города, вихри, облака. Чтобы рассказать об этом.